Итак, наша рубрика «Ответы и вопросы». Тебе, Елена, стало легче? Вообще, как будто у меня с шеи цемент разбили. У меня там было все зацементировано. И вот с первого раза прям такая легкость, свежесть чувствуется. Прям идеально. Слышно, был хруст, было страшно. Да, и хруст, и страх. Но все-таки желание избавиться от этого больше перевалило, чем страх. Поэтому я добился чего хотел с помощью. Олег, вот скажите, я хотел узнать, а можно ли вот именно за ваше одно обучение научиться вот всему вот этому, можно сказать, волшебству? Вот что вы бы сделали со мной? Вот именно за один раз, чтобы вот... Да, да, да. Можно ли вот это научиться делать, да? Я вот так отвечаю в противовес всем там критикам в интернете. Многие пишут, да я... Да как это можно? Я там шесть лет и отобучался. Потом еще три года лабораторные какие-то там эти... Ой, ну как это, практика там, да? Потом еще три года или четыре в аспирантуре, ординатуре и так далее. Люди кучу времени на это тратят и не понимают, что на самом деле эти знания, они вот так вот могут просто прийти буквально за считанные дни. Ну вот мы обучаем этому там три-четыре дня, да, вот именно в мануальной правке. И, соответственно, не надо только путать, что приобретение навыков и твоя квалификация, это немножко разные вещи. То есть, я никому не говорю, что вы станете профессорами или гуру-мастерами, которые вот так вот все это легко делают, да? Дальше следует период все-таки самостоятельного развития и практики, потому что научиться, да, мы сейчас и научимся. Это навыки, да, как повернулось, как почувствовать, да? Но люди бывают разные, пациенты разные. А от такого худенького ко мне приходили даже эти... Как они? У худой девушки, как они называются? Магнаты? Нет. Анарексички? Анарексички, да. Даже анарексички, там мышц нет, они кости торчат. И то просили, давай, давай мне похрустили, я там уже даже жесткий, такой жесткую маналку даже делал. И приходили очень плотные люди, у которых мышцы настолько зажаты, что они, представляете, есть разные стадии. Но я так делю для себя желеобразная консистенция тела, да? Глинянообразная, пластилинообразная, деревяннообразная и камнеобразная. То, что я был на... Да. Нет, это еще не камне, не тут. Но это обычно в людей, которые, может, там, за 50-60, и они вообще никуда не ходят, даже не разминаются, зарядками делают. То есть, реально мышцы такие, что я себе в суставные сумки на локте рвал, у себя, потому что там, ну, реально камень под лопаткой сидит, да? Так что, смотрите, вот ваша практика будет от консистенции этих людей зависеть. Некоторым мы можем так сразу, вообще без массажа сделать. Это как пластилин или как? Нет, это я уже говорю. А, по консистенции? Ну да, как пластилин, да, да, да. И не очень ходили, да? Я думаю, там положили, даже рукой нажало, остается, что-то, что-то отпечаток от ладони выдавленный. Ну, конечно, условно это название, понимаете? Это метафора некоторая. А вот подходят ко мне люди, бывает, знаешь, в самолете, на пляже там подходят, в аэропорте, в метро даже больше подходят. Говорят, ну, сделаем. И я вижу, как человек подходит по его походке, да? Насколько он у него там подвинует позвоночника, такие мышцы все на суставах, там. Он сам, ну, видно, что спортивно, такой достаточно молодой, да? Ему прямо можно вот так вот, стоя, хрясть, 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 поставить все на место, покрутить. Он такой, аааа, в таком внутреннем кайфе. Как тебе? Спасибо. Да, как ты практически. Спасибо. А если там, ну, ты видишь, человеку 60 лет, да? И он идет, у него вот такая шея вот так вот напряжена. Ну, ты ему ничего не сделаешь, даже не с первого раза, не с третьего, не с десятого. Пока не разомнешь до конца, пока не подготовишь тело. Для этого вот и присутствует предварительный вот этот мануальный массаж. Для этого он нужен. А если у человека болезнь Фуористие, или там болезнь Бехтерева, да? Это вообще страшные вещи. Обычно, обычные врачи говорят, за таких не браться. Ты ему ничего не сделаешь, ты что, ты ключи сломаешь? Да, если на чем с коленом давить, то сломаешь. Хрупкие все. Да, что это за болезни такие? Это уже кальцирование идет, суставов, связок и уже даже мышцы. Кальцирование, то есть они... Связка подходит к кости, да? И она прилипляется, и жестко с ней сидит. Если ты ее оторвешь, то ты ее сломаешь просто. Ну, как помните в этом, в терминаторе 2, он этого робота превратил в лед, да? И тот просто на бой там наступил, и нога отломилась. Вот примерно то же самое будет происходить. Поэтому тело человека подготавливается массажами. Предупреждаете его, что в таком ситуации понадобится сеансов, не минут, а сеансов по 40 минут, да? 30, а то и 60 сеансов. У меня был такой пациент, который горб и фос очень сильно, да? Он вообще никак не крутился. И только через год у него появился первый хруст. Он был в шоке, что вот, наконец-то, я буду себе платить, говорит, я добьюсь, дождусь. Вот, несмотря на все протесты, все классических медиков наших, да? Мы с ним этого добились. И, соответственно, ну, результат, понимаешь? Результат будет в твоих руках тогда, когда ты начнешь практиковать. То есть, не путайте, мы не выпускаем гуру и магистров из этого института, да? У нас программа построена так, что быстро схватывание навыков. Раз, это понял. Ага, осознал. Это понял. Руки поставили, правильно, да? Это осознал, как сделать, да? Коленом стоя, сидя, лежа на полу, на столе, во всех позициях будем проходить. Ну, ответил, да? Да, прям развернутый. Все, выключаете камеру. Приходите к нам на тренинг, обучайтесь в Олега Голофобудина. И я вам поставлю руки, и вы начнете помогать людям. Продолжение следует...